Где у человека внутреннее ухо? Какая часть нашего языка любит сладкое? И почему ночью мы видим мир не так, как нём? Сейчас мы узнаем всё об органах чувств. Увидеть красоту природы, насладиться вкусом еды, ощутить запах цветов нам помогают органы чувств. Их всего пять. Это осязание, обоняние, слух, вкус и зрение. Кстати, именно зрение самое сильное из всех. С его помощью мы получаем 80% информации о мире вокруг. А как устроен человеческий глаз? Но это не простой вопрос, Каркуша. Человеческий глаз устроен очень сложно. Во-первых, это наше глазное яблоко, основа нашего глаза. В центре глаза есть отверстие, которое называется зрачок. Через это отверстие проходит свет и попадает на клеточки, которые умеют различать цвет. Их зовут колбочки. Или на клеточки, которые цвет не умеют различать. Их зовут палочки. Палочки и колбочки преображают свет в электрические импульсы и затем передают их по зрительному нерву прямо в мозг. В светлое время суток активно работают колбочки, которые распознают цвета. А с наступлением темноты в работу включаются палочки, отвечающие за ночное зрение. Рыжая кошка, конечно, и ночью остается рыжей, но наши глаза видят ее в сером цвете. Даже в самый ясный день мы различаем не все цвета, существующие в природе. Наш глаз умеет различать три цвета. Красный, синий и зеленый. Всего? Всего три цвета, да, Каркуша? А почему так мало? Нет, ну я же вот прекрасно вижу, есть голубой вон, салатовый. Это всего лишь оттенки цвета, а цвет по сути один. А все эти оттенки образуются из смешения трех основных цветов. Интересно, что животные видят мир не так, как люди, ведь строение их глаз отличается от человеческого. Например, собаки плохо видят красный цвет, но видят слегка синий и зеленый. Кошки вообще плохо видят цвета. Все потому, что клеточки, которые различают цвета, различны у нас и у всяких животных. А самое первое чувство, которое появляется у человека, это осязание. А что такое осязание? И какой орган за него отвечает? Осязание – это способность чувствовать поверхность, температуру или даже боль. И орган, который нам в этом помогает, – это наша кожа. Кожа – это самый большой орган человека. Кожа не только в нужный момент согревает или охлаждает наше тело, но еще оберегает его от повреждений, насыщает кровь кислородом и выделяет углекислый газ. На поверхности кожи расположены нервные окончания, которые передают в мозг информацию о прикосновении, вибрации, давлении и других раздражителях. Третье чувство – слух. Наши уши могут различить примерно 4000 звуков разной частоты. Они вызывают колебания барабанной перепонки и слуховых косточек. Затем вибрация превращается в электрический импульс и передается в мозг. Правда ли, что у человека на самом деле не два, а целых три уха? Ну, ухо все-таки у нас два каркуша, но каждое ухо состоит действительно из трех. Первое – это наше наружнее ухо. Второе – это среднее ухо. И третье – это внутреннее ухо, сам орган слуха, который называется улитка. Четвертое чувство – обоняние. А его главный орган – нос. Внутри нашего носа есть особые клеточки, которые называются обонятели эпителий. Они способны улавливать молекулы различных запахов, а потом сигнал посылается в мозг. И так мы понимаем, какой запах мы чувствуем. Моё самое любимое чувство – вкус. Без него есть было бы совсем неинтересно. А как устроен язык? Язык содержит особые вкусовые сосочки. Ты можешь увидеть их вот здесь. И каждые сосочки различают какой-то определенный вкус. Например, кислый, горький, сладкий, соленый или пятый вкус, который так и называется вкусный вкус. Раньше считалось, что человек различает только четыре вида вкуса – сладкий, кислый, горький и соленый. Но не так давно японские ученые добавили к списку так называемый умами – вкус пищи с высоким содержанием белка. Мяса, грибов, брокколи, сыра и оливок. А правда ли, что разные части языка чувствуют разные вкусы? На самом деле это не совсем правда. Ученые доказали, что весь язык способен чувствовать все вкусы. Но действительно, сладкий мы будем чувствовать немножко лучше на кончике языка, а, например, горький – немножко лучше на корне языка. А еще люди давно пытаются найти и изучить так называемое шестое чувство. А что такое шестое чувство? И вообще оно существует? Да, Каркуша, вероятно, оно существует. Многие думают, что это интуиция, но ученые считают, что это равновесие. И орган равновесия тоже находится рядом с органом слуха. Вот он, посмотри, совсем неприметный, но находится прямо внутри нашей головы. Какие же сложные и очень нужные эти органы чувств. А на сегодня это все. Присылайте свои вопросы. Корреспонденты-почемучки на все найдут ответы. Какар-кар!